Привлекать или не привлекать на кировские производства иностранных работников вопрос дискуссионный, учитывая сохраняющийся уровень безработицы в регионе. Этой проблеме было посвящено очередное заседание Координационного совета по занятости населения. Подробности у Кирилла Алькова. Началось совещание с докладов руководителей района. Глава Шабалинского района сообщил, что в его муниципальном образовании уровень безработицы превысил 3% барьер. По сравнению со среднеобластным показателем в 1,5% показатель тревожный. Георгий Мачехин напомнил, уровень реальной безработицы теперь будет относиться к одному из 11 индексов, по которым федерация будет оценивать работу регионов. Поэтому особенно важно обратить внимание на трудоустройство населения, причем даже в тех случаях, когда на процент занятости негативно влияет сезонный фактор. Это будет оценка губернатора, правительства и ваша оценка. Поэтому у всех, у кого еще раз говорю, будет выше среднего по области, будете отчитываться уже перед губернатором. И там такие ответы, типа того, что у нас кочегары. Везде кочегары, в Слободском тоже кочегары, но у них в два раза меньше уровень безработицы, чем у вас. Еще один актуальный вопрос привлечения иностранных работников. Квота на 2012 год более 1700 иностранцев. На 24 августа эта квота использована на 69%. И в основном речь идет о высококвалифицированных кадрах из стран с визовым режимом. Однако далеко не всегда просьба работодателей о найме того или иного иностранного работника обоснована. Примеры нецелесообразности привлечения иностранных граждан, что называется, налицо. Трактористов у нас ни в своем районе, ни в соседних районах найти не можем. Приглашаем иностранцев. Следующее. О, Гринвуд, профессия, специальность, станочник. Вот эти станочники, о которых мы говорили. Количество 15 человек аж привлекаем. Страна привлечения, Узбекистан. Своих станочников в Кировской области и в других субъектах, конечно, мы не можем найти. 50 предприятий и организациям уже отказано в привлечении работников из иностранных государств. Причины отказа самые разные. От нарушения элементарных правил миграционного законодательства и до превышения квоты, имеющиеся у предприятия. Кирилл Ольков, Денис Тружков, Вести, Кировская область.